Как стало Галима внезапно? Терпи, слон! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Шелтер 3. Я сейчас быстренько сел записать этот видос. Хочу пройти следующий левел, прежде чем я поеду по делам. Но мне очень хочется узнать, что будет дальше в этой игре. Мы в прошлый раз, к сожалению, потеряли из-за того, что я замешкался. Мы потеряли одного слона. В этот раз мы этого не допустим. А еще я в вашу комментарию прочитал, где вы беситесь с того, что я не кораблю детенышей. Надо подойти, нажать И. Но я, смотрите, вот я жму И. Где? А, он делает это? А, он делает это. А почему до этого не работало? Все, спасибо, Любовь. Вот теперь ты будешь меня любить, да? Могу кормить каждого, да? Вот тот, что постарше. Он, наверное, не особо хочет. Все, Любовь. Нет, давайте подойдем к тому, что постарше. Ну-ка. А, ты уже меня любишь, ты особо-то и не хочешь. Нет, стоп. Я продолжаю кормить маленького. Почему до этого это не работало? Я не понимаю. Этот коричневый уже слишком большой. Смотрите, как мило смотрим мы на маленького детеныша. Ох, сколько любви. Так, мы сами хотим пить, пипец. Давайте попьем. Все. Разбультыхать и взбультыхать. И попить. Собственно, слонячий вижен надо включить. А он пока не работает, пока мы пьем. Когда я пью, я не смотрю. А, ну мы оттуда пришли, да? Да, получается, нам надо теперь вот сюда. Как у нас там шкала полная? Можно не париться. Можно просто идти. Давайте, ребят, не будем торопиться. Но в то же время не будем медлить. Важен баланс в нашем путешествии. Но не нужен балласт в путешествии. Поэтому все, кто планирует сдохнуть, лучше делать это сразу. Чтобы я потом не расстраивался. Нет, в этот раз точно никто не умрет. Я вон вижу какое-то облако дыма. Ну-ка, давайте залп. Ой, не то нажал немножко. Ну, в принципе, вы поняли, вы поняли. Это мы таким образом сулитировали нам себе самим. Что мы очень храбрые, мы молодцы. Смотрите, какой ребеночек. Он прямо рядом со мной идет. Вообще не сыт. Рвется в бой. Это мой сын. Мне повезло, что я в итоге покормил детеныша. Потому что он бы сдох. Я не знаю, как он так долго придержался. Он придержался гораздо дольше, чем Бобби. Стоило шкале опуститься, как Бобби тут же сдох. А малыш без молока уже, не знаю, три выпуска. Четвертый пошел. Вот это да, вот это да. Горжусь тобой, слоник. Что-то мне кажется, что это облако очень далеко. Не дуди. Не трать энергию. Началось. Опять пить хочешь? Ладно, давай. Быстренько только, пожалуйста. Пигачи, давай. Пару глотков и все. Просто во рту проплащи и забей. Я хорошая мать. Опять такое чувство, как будто я пошел немного не так. Замечайте, да как мы начали эти летсплеи. Вот первые три выпуска они были такие на веселе. А потом бац, сдох один слон. И стало грустно. Мне сейчас напряжено на самом деле. Я чувствую, что они просто играют. Понимаете, игра же так устроена. По крайней мере, в предыдущей части точно так были устроены. Что мы потихонечку теряем по одному экземпляру. Слонячему или хомячему. Сколько у нас там было еще? Рысь была. Рысь и хомяки. И мы постоянно теряли. И не было возможности сделать так, чтобы мы не теряли. Ага, я вижу вон там дерево. Фруктовое. Отлично. Слушайте, это кажется вообще не опасное путешествие. А вот, кстати, гейзеры. Я боюсь, нам придется свернуть к гейзерам. Мы таким образом пройдем и по одному пути, и по другому одновременно. Мы чуть-чуть там, чуть-чуть здесь. Баланс, как я и говорил, баланс. Посмотрите на слонов. Эти туши. Если бы не баланс, они бы не смогли передвигаться. Игра даже что-то стала провисать. Видите, фпс. О боже мой. А почему так? Куда ты побежала? Так, давайте не отбиваемся, а? Сюда. А собственно, что стоят эти антилопы? Они как зомбированные, если честно, я боюсь их. Подвисает? Почему все подвисает? О, маленький слонок хочет рыбки поесть. А этот попить. Иди сюда. Можно? Призываю тебя. О-о-о-о-о. Смотрите, детишки. Такого вы больше не увидите. Потому что мы либо сюда никогда больше не вернемся, либо мы просто не выживем в этом путешествии. Найс, 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 найс. Давай. Бей. Хорош. Ом-ном-ном-ном-ном. А не все? Почему мы до конца не зажрались? Это не порядок. Надо сбить еще одно деревце. Окей, смотрим. У нас есть два пути. Вот здесь в обход. Или вот здесь в обход. Я даже не знаю. Наверное, разумнее идти там, где больше фруктов. Ну, пойдемте. Просто чувствую, что сейчас опять туда пойдем. Оказывается, что там тупик. Нельзя. Почему вы все лежите? Почему мы единственные, кто куда-то ходим? Как будто нам больше всех надо. Какие-то джунгли депрессивные очень. Вдруг все эти животные осознали тщетность бытия. Зачем куда-то идти? Зачем что-то там кушать? Ляжем, да подохнем. Я не разделяю этот пессимизм. Запомните, друзья. Какая бы гнусная музыка не играла, как бы не лил дождь, как бы краски не сгущались, как бы все не казалось бессмысленным, никогда нельзя унывать. Даже если чуть-чуть поунывали, все равно возвращайтесь на сторону оптимиста. Вы не пожалеете. Всего этого есть смысл. Как стало галимо. Внезапно. Терпи, слон. Очень тяжко. Почему такая музыка страшная? Все живы? О, слонячье зрение активировано. Игра хочет, чтобы мы заблудились здесь. Все в порядке, не боимся. Ближе ко мне. Ближе ко мне. А, отлично, стало опять светло. Я же говорил, мы просто чуть-чуть заглянули на другой путь. Вот нам, если бы мы туда пошли, там было бы страшно. А здесь все окей. Так, вулкан еще далеко, и поблизости не видно никаких фруктовых деревьев. Давайте зажремся до упора. Ой, рахнулся. Да господи. Назад. Ребята, дайте разгон. На разгон. Есть. Все, жрем. Возможно, это последние фрукты в этом путешествии. Все, гоу. Не, вон я вижу еще фруктовые деревья. Но нам, я так понимаю, нужно будет сюда наверх. Все, не орем. Любовь? Да, хорошо, спасибо. Я тоже тебя люблю. Пить. Все, кто хочет пить, срочно подходить. Я словно мороженщик. Приезжаю, и детвора сбегается. Все, ты напился? Ага. Так, что-то вы, ребята, разбрелись, мне кажется. Ну-ка. Сейчас прикрикну на них. Все, все на месте. Ой, как тяжело в горку. Я и не сознавал до этого, пока не стал идти в горку. Ребят, за мной. Вот эти заветки, за кусты. Что это? А, нет, пепел. Мы правильно сделали, что пошли сюда? Да, может, я что-то сомневаюсь. Мы так высоко. Ой, благо на нас хи... Да, мы здесь, мы правильно пришли. Фух, как мне... Как мне отлегло сейчас. Квест пройден. Да, 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 каше появилось. Сейчас будет кат-сцена, друзья. Солнце красное какое. Смотрим. Видите, там впереди бамбуковый лес. Мы достигли вулкана. Какой маленький вулкан. Я ожидал огромный кратер такой. И бы там бурлила лава. И он бы извергался. Походу он... Может быть, он в следующей серии будет. Ты чувствуешь? Они близко. Прямо за теми хребтами наша семья нас ждет. Подойди ближе, и наши пути соединятся. Мы снова сейчас будем выбирать путь. Да. Вон Бобби стоит, призрак его. А, ты снова здесь. Ну, подходи, подходи, я расскажу, что. Много интересного произошло здесь. А точнее, ничего. Я остаюсь здесь каждую сцену. Каждый раз, когда ты заканчиваешь левел. А, что? Левел? А, не слушай меня. Я всего лишь призрак. Много знаю. А ты ничего не знаешь. Не думай ни о чем. Просто слушай. Смотри наверх. Мне кажется, или звезд стало больше? Так, 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 так. Что-то новенькое. Грядет буря. Рева. Но мы должны ее пережить. За лабиринтом из камней ждут остатки нашего стада. Оу. У нас нет выбора. Оу, неу, 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 неу. У нас, походу, остался последний эпизод. Где нам предстоит что-то очень страшное. Походу, мы потеряем целую кучу слонов. Но обретем много других новых. Кажется ли, дыма стало больше? Куда он хочет, чтобы мы пошли? Вон туда. О, боже мой. О, боже мой. Нас ждет очень тяжелое путешествие. Пойдем вдоль растений. Но в следующей серии. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если этот видос превышает, то поставьте лайк. И подписывайтесь на канал. Нажимайте на кнопочку подписаться. На колокольчик, чтобы не пропускать новые уведомления. И становитесь доску своими. Также не забывайте про все мои соцсети, про мой сайт с мерчом. Pressi.ru Там же мой комикс бесплатный Game Hunters. Зацените, кайфаните. Для меня это очень много значит. Спасибо большое за поддержку. С вами был Юджин. И всем пять!